Мята, ее было такое огромное количество на речке Змеевки и Корболихи. В полях Змейногорска, говорит Сергей Писарев, в детстве он освоил главную науку – любовь к природе, без которой, возможно, после не появился бы и Барнаульский зоопарк. А еще малая родина оказалась неплохим учителем истории. Мы же лазили вот по этим шахтам, мы излазили их все, мы знали, где входы, где выходы, мы знали, откуда вытекает вода, мы знали, где какие родники. Именно из алтайского серебра, из серебра, которое добывалось здесь, на горе Змеиной, ковалась государственная казна. С середины 18 века и на протяжении 100 лет Алтай был кошельком империи, на 90% наполняя казну главной валютой – серебром. Неудивительно, что сюда направлялись лучшие инженерные умы страны того времени. Например, Казьма Фролов первым в мире создал систему из водоналивных колес, с которой оттолкла руду и поднимала ее из шахт на поверхность, что раньше приходилось делать вручную. Это парк, место притяжения горожан. Однако здесь находились механизмы гидравлической системы. А в этом месте находилось самое его сердце, только в форме колеса. В неизменном виде до нас дошел Змейногорский пруд, приводивший в движение механизмы первого автоматизированного рудника. А сын Казьмы, Петр Фролов, автор еще одного уникального проекта – первой в мире наземной чугунно-рельсовой дороги на конной тяге. Два километра чугунки соединили Змейногорский рудник и плавильную фабрику, в 25 раз увеличив продуктивность перевозок. За один ход гужевой поезд всего с одной лошадью перевозил примерно 8 тонн груза. Ранее для такого объема требовалось 25 лошадей. Путь туда-обратно занимал 1 час 29 минут. Но к концу 19 века запасы серебра постепенно иссякли, поросла быльем и слава Змейногорска. Исправить это своим фильмом и пожелал Сергей Писарев. В числе первых эту работу он показал министру образования края. Естественно, это просьба дать этот ролик всем школам Алтайского края, для того, чтобы узнали, откуда же пошли, а где корни-то развития экономики Алтайского края. Я отправил видеофильм «Наше алтайское землячество». И вы знаете, вот люди, которые сегодня живут в Москве и Санкт-Петербурге, они начинают говорить о том, что, слушайте, какая интересная история, мы обязаны побывать в этом городе. Так Змейногорск, надеется Сергей Викторович, вновь станет известным на всю страну, но уже как туристический город, чей Серебряный век еще не окончен. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком.